Биткоин Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Биткоин будет доминирующей силой ещё немного, но и у альтов скоро будет свой день, поэтому я всегда стараюсь искать такие альты, которые точно будут популярными. Помните, что это не финансовый совет, и я просто делаю свои субъективные выводы. Сегодня я выбрал два альткоина, даже в таком состоянии капитуляции альткоинов и растущего господства биткоина. Это то, что сделал бы чёртов сумасшедший. Но я и есть один из самых сумасшедших криптосектантов. Хотя в последние дни у доминирования биткоина наблюдаются какие-то проблемы, а именно оно упало почти на 6% на максимуме. Так что давайте начнём с первой монеты. Для некоторых этот выбор может быть неожиданным, но это эфириум. Я знаю, что есть люди, которые смотрят это видео и называют меня безумным, особенно в связи с некоторыми новостями, касающимися тезера и эфириума. Недавно многие биржи, в том числе Huobi, Poloniex, Binance, Gate.io и другие, объявили о поддержке тезер и RC20 на эфириуме. Это и будет постепенный отказ от ОМНИ, программного обеспечения, построенного на биткоине, и позволяющего создавать токены и отправлять их с помощью блокчейна биткоина. Две недели назад транзакции USDT на блокчейне эфириума, обозначенные светло-зелёным графиком, сравнялись с количеством транзакций USDT в программном обеспечении ОМНИ на биткоине, обозначенного тёмно-зелёным графиком. А после не только сравнялись, но и превысили. Количество монет тезера, которые печатаются под крылышком эфириума, тоже медленно, но верно приближается к ОМНИ, так как 2,5 миллиарда монет чеканятся на ОМНИ и 1,5 миллиарда чеканятся на эфириуме. Тот факт, что эфириум постепенно отбирает монеты тезера из биткоина и ОМНИ, сам по себе является важным фактором, ведь добавляет эфиру очень ценный вариант использования. Как мы знаем, половина всех активных стейблкоинов разрабатываются на базе сети эфира. И это все основные стейблкоины. DIPACS, USDC, TRUSD, GEMINY DOLLARS и STATIS EUR. Если вы сложите все эти стабильные монеты, включая тезера, чеканеный на эфириуме, то эфириум будет иметь от 2,5 до 3 миллиардов стейблкоинах. А это больше, чем у биткоина. У биткоина всего лишь 2,5 миллиарда. Я не фанат тезера, поэтому рост доминирования таких проверенных стабильных монет, как USDC и DAI, это хорошо с моей точки зрения. Но даже тезер на эфириуме это тоже хорошо, поскольку он фактически оплачивает безопасность сети за счет платы за транзакции. Это позволяет эфириуму меньше полагаться на вознаграждение за блоки и более низкую эмиссию, увеличивая пригодность самого себя в качестве средства сбережения. А это должно увеличить доход для будущих стейкеров эфириума после перехода его на консенсус Proof of Stake. Но с другой стороны, как раз из-за тезера на эфириуме массовые транзакции в настоящее время наводняют сеть. С мая этого года ключевые транзакции USDT превратились в пузырь, занимая 20% от всех переводов ERC-20 в начале месяца. А несколько дней назад этот показатель превысил 40%, что фактически забило и затормозило сеть. Именно поэтому в интернете начали распространяться новости, что более 100 тысяч транзакций просто-напросто застряли в блокчейне. В результате этого один пользователь Reddit заявил, что три его транзакции не могли завершиться в течение более 10 часов. Это побудило других пользователей эфириума обратиться с призывом увеличить лимит газа. А это уже что-то типа истории с увеличением размера блоков биткоина, только лимит газа в эфириуме. Но вы не можете просто делать что-то вроде этого, как захочется, так как увеличение лимита газа увеличивает размер блока, а последствия от этого могут распространяться и на другие вещи. Текущий лимит газа в эфире 8 миллионов, и он был хорошим равновесием, чтобы поддерживать сеть как можно более стабильной и эффективной в текущем состоянии Proof of Work. Сейчас мы все в ожидании большого апдейта для эфира, который поможет облегчить и проблему с газом в том числе. Этот апдейт называется Стамбул. Он включает в себя 6 изменений кода, так называемых EIP, большинство из которых связаны с модернизацией газа для эфира. Эта тестовая сеть будет введена в действие в начале октября, а Мейнет будет запущен, скорее всего, в ноябре. Но этот апдейт не является единственной причиной, по которой я выбрал эфириум для этого видео. Вторая причина – это январский хардфорк эфириум 2.0, который должен привлечь внимание абсолютно всех. В мае этого года консенсус организовал недельные события, на котором было предложено следующее. Каждая команда, работающая над разными сферами эфириума 2.0, будет работать вместе, чтобы в итоге получить все клиентские тестнеты уже спустя несколько месяцев. И догадайтесь, что они сделали это. Все семь команд и все их клиенты теперь работают совместно друг с другом, что означает, что эфириум 2.0 может выйти в январе. А это также означает, что масштабируемость сети эфириума – это не миф, а реальность, которую уже видно за горами. И вы знаете, что это значит для цветущей инфраструктуры DeFi, в которой сейчас залочено почти 3 миллиона эфириумов, на сумму более полумиллиарда долларов, а это 3% от общего предложения эфира, и это всего лишь за один год. Еще один способ понять, что происходит – это визуализация. Первый скриншот – это визуализация сети пользователей DeFi с ноября 2018 года, второй – с мая 2019 года, и последний скриншот с августа 2019 года. Эфириум и DeFi – это черная дыра для активов, в позитивном смысле слова, которая будет поглощать ценности с такого количества отраслей, которые даже сложно посчитать. Именно тогда эфириум и ждет бум, и рынок альткоинов, скорее всего, подтянется за ним. Продолжая разговор о DeFi, мой второй выбор становится все более и более неотъемлемой частью обмена этими активами, и я давно хотел о нем рассказать – это кибернетворк. Для тех из вас, кто не знает, кибер можно считать протоколом обмена, то есть это платформа с функциями обменника и платежной системы, к тому же обеспечивающая ликвидность для всего этого действия. Но лучшим объяснением этого протокола будет ончейн-ликвидность. Высокая ликвидность, простыми словами, означает то, что всегда найдется и продавец, и покупатель. Поэтому кибернетворк объединяет ликвидность токенов по многим направлениям, включая маркетмейкеров, токен-проекты, пулы ликвидности и токен-холдеров. А это позволяет пользователям использовать все эти возможности и быть конкурентно способными на биржах и токен-свапах, включая децентрализованные приложения, кошельки, биржи и конечных пользователей. На все это должно хватать ликвидности. В этом году рост кибер был удивительным. От 5 миллионов долларов в январе до месячного пика в июле, когда почти 59 миллионов долларов было обменено с помощью этого протокола. А это рост в 11-12 раз. К сожалению, цена на это никак не отреагировала. Кибер также встроила функции обмена для многих проектов, кошельков и бирж. Вот список лучших провайдеров ликвидности для кибер. Он включает в себя iDeX, OasisDeX, EtherDelta, DDX, RadarRelay и многие другие. Вы также можете свапать токены легко и быстро с помощью кибернетвок. Даже Ledger с ними сотрудничает в этом плане. Это вы можете увидеть у них на странице. Вот, собственно, и список сотрудничающих с кибером биржевых кошельков и дапов. Нуа, Network, Falcrum, MyEtherWallet, InstaDebt, TrustWallet, OrbitageBot, Engine и мой любимый D5Saver. И все они собираются продолжать делать чертовски хорошие вещи для токена кибернетвок КНС. Поскольку в КНС нужно платить комиссию за свап. После чего, кстати, сам токен сгорает. 15 августа команда Кибер у себя в Твиттере объявила о том, что таким образом было сожжено уже 2 миллиона токенов. Всего лишь через 3 месяца после того, как этот показатель составлял 1 миллион токенов. Кстати, если мы сейчас посмотрим на Кибертрекер, то увидим, что общее количество сожженных токенов выросло на 71 572 единицы. Всего лишь за 1 месяц. Что ж, ребята, у меня есть ощущение, что дно большинства крупных доминирующих альткоинов уже близко. Возможно, Эфириум не может потерять еще немного стоимости по отношению к Сатоши, но большая часть новой рыночной капитализации биткоина будет подпитываться от всяких щиткоинов, которых все еще очень много. Когда же разворот Эфириума действительно наступит? Скорее всего, разворот придет с двумя основными апдейтами Стамбул и Эфириум 2.0. Это потрясет многих, кто сейчас ненавидит Эфир. А Кибер, скорее всего, станет одним из тех, кто также вырастет, потому что он слишком недооценен, даже не находясь в первой сотне на CoinMarketCap. Вот и все на сегодня, ребята. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас достаточно информативным. Если это так, то поставьте ему лайк. И еще Бутерин. Хорош морозиться, ну скинь уже тысячу эфиров за рекламу своего проекта. Что, я зря, что ли, напрягался? А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok